Ну что, да здравствует петербургский полуденный сумрак! Доставайте все свои чашки и самые вкусные чаи! И добро пожаловать в 16-й чайный влог! Мой чайный влог, можно сказать, почти достиг совершеннолетия! Мой чай сегодня это молочный лун, здесь написано White Magic, что уже неплохо! А здесь нет роз, но на упаковке розы мне этого вполне достаточно! Это был подарок от подписчицы на гаражную распродажу, она мне подарила этот чай! Это уже который мой чайный влог, где я показываю, чьи, которые вы мне подарили, что очень здорово! И первое, о чем я хотела с вами поговорить, это кино! Потому что сейчас столько всего выходит, и в Авроре вообще был, по-моему, он уже закончился, фестиваль английского кино! Там такие были потрясающие фильмы, Lobster, Ed Sheeran, Jumpers for Gold Post, на которые я сходила, потрясающий фильм! И какие-то еще, я, к сожалению, названия не помню, но все это английское кино! Ну, Ed Sheeran фильм, это как фильм про его, про его, можно сказать, его путь в стадион Уэмбли, где он играл три ночи подряд! И это было, правда, странное ощущение смотреть вот это, ну, очень приятно! Но! Сзади меня сидели девочки, которые подпевали песни! То есть это был фильм, концерт, слэш, интервью, слэш, именно вот его путь туда! И, конечно, концерт, его песни, выступление вживую, ну, большая часть была фильма! И девочки сзади меня, две девочки, по-моему, под некоторые песни подпевали! И в некоторых песнях даже путали слова, и я в какой-то момент просто сделала вот так вот, и оперлась на кресло спереди меня! Потому что я не могла, мне это так отвлекало! Я все понимаю, да, эмоции, но... Он даже, Эд Ширен сам сказал, что делайте, что хотите, до тех пор, пока это не отвлекает никого, пока это... Ну, в общем, да, никого другого не беспокоит! Угу! И также был забавный момент, когда девочки спереди, на первом ряду, в какой-то момент начали, ну, не, не прыгать, но подпевать! Ну, да, но это было, знаете, это не раздражало, это прям видно было эмоции, потому что Эд Ширен сам сказал, ну, залу то, что подпевайте! И они начали подпевать, и потом начали хлопать тоже, но это было даже уже непонятно, это они хлопают или нет, потому что это сливалось именно с публикой, которая была непосредственно в фильме! И одна девочка, я не шучу, достала телефон и начала снимать! Я думаю, блин, тебе на концертах мало снимают, ты еще снимаешь фильм о концерте! Ну, вы знаете, как я отношусь к телефону на концерте, так что это было просто для меня! Но мне все равно безумно понравилось! Также в Авроле сейчас, это, кстати, было в Авроле! Также в Авроле сейчас выходит завтра, в четверг, я не знаю, когда я выложу это видео, сегодня среда, 11-е, на всякий случай, но просто у меня сейчас, я могу снять видео и выложить его только через неделю, или выложить в этот же день, на следующий день! В любом случае, в четверг, 12-го, будет показ, единственный показ, я хотела сказать, единственный показ истории рыцаря и режиссер, с Хитом Ладжевым который, и режиссер приезжает, и будет какой-то вопрос, ну, будет какой-то разговор с этим режиссером, и по-моему, это так здорово! Я, разумеется, купила билет, и также будет Гамлет, то ли в это воскресенье, то ли в следующий, по-моему, в это воскресенье будет Гамлет с Бенедиктом Камбербэтчем, и там, конечно, билетов было вот столечко, и мне пришлось вообще купить билет на балконе! Безумно дорогие билеты, прям как в театр пошел, но это же как съемка именно выступления, ну, вот, да, так что я очень рада, что показываются такие вот фильмы у нас! О, я сходила на чайную церемонию Four Seasons, я очень люблю вот эти Five O'Clock, которые проходят именно в Англии, знаете, где в отель можно прийти, и это делают не только отели, но и специальные места, где ты именно приходишь, вот именно этот Five O'Clock, и это можно с шампанским, чай, сконы, сэндвичи, ну, все как надо, как традиционно, и я хотела что-то у нас такое тоже найти, и вот Four Seasons они такое делают, там есть две ценовые категории, и одно такое более дорогое, царское, по-моему, называется, шампанское, и второе более, скажем так, щадящее по цене, что ли, но все равно, конечно, тоже дорого, такое, знаете, на особенный случай, на один раз, у-ху-ху! Вот, и мы туда пришли, и мне все понравилось, разумеется, именно по атмосфере, это дорогой отель, и мне нравится, что они держат марку, что там открывают дверь, закрывают дверь, здороваются, все, помогают тебе, и очень красиво было, но они приносят, получается, когда уже мы заказали, и они принесли чай, какой-то парень принес чай с песочными часами, что правильно, и говорит, что, ну, там, дайте им, ну, стояться пару минут, я говорю, а по каким часам ориентироваться, потому что там было несколько часов, он говорит, ну, это не важно, ну, в общем, что-то такое было, что он, потому что, когда я была в Англии, нам прям там долго рассказывали историю, и сколько, какой чай должен завариваться, поэтому, я думаю, какой смысл тогда, ты что, принес песочные часы, если даже не хочешь нам объяснить, сколько нужно вообще ждать по этим песочным часам, но, благо, я сама знаю, сколько нужно чай, какой чай ждать, поэтому я сама там убрала заварку, вот, ну, не в этом, ну, в общем, да, хочется именно таких вот деталей, когда ты делаешь что-то, что принадлежит другой культуре, хочется именно, чтобы это, ну, от начала до конца именно поддерживалось той культуре, придерживалось той культуре, и сконы, чуть-чуть разочаровали, вот сконы, это была причина, почему я туда хотела пойти, и они были похожи просто на маффины, и подавались не с Клоррик Крим, у нас просто нет названия этого Клоррик Крим, по-другому не скажешь, может, Слава, если смотришь это видео, может, ты знаешь, как называется Клоррик Крим у нас, они подавались просто со сметаной и тертыми фруктами, ну, вот, это просто такие замечания, потому что куда же без них, но, а так, в принципе, мне понравилось, я говорю, если вы хотите там просто в какой-нибудь субботу, воскресенье сходить, чтобы хорошо провести время, потому что там арфа играет с какого-то времени, по выходным, по-моему, это нужно обязательно уточнять непосредственно у людей, которые работают в ресторане, потому что везде тебя могут дезинформировать, но так, я действительно советую вам попробовать это. Следующее, о чем я хотела с вами поговорить, это мой новый блокнот, я начала ввести бюджет, начиная с 6 ноября и по 6 декабря пока, я решила взять пока месяц, и я решила это максимально упростить для себя, потому что есть, я знаю, программы, приложения, есть специальные таблицы экселевские, которые заполняют, ну, есть очень сложная система, где ты можешь ввести бюджет, но она подразумевает еще квартиру и какие-то путешествия, я решила именно упрощенный вариант сделать, я написала food budget, да, как обычно на английском, потому что так проще, еда, культура, культура подразумевает кино, театры, еще такое, музеи, экстра, в экстра у меня в основном маршрутки, если я использую, вот, такси и так далее, income, это доход, но, собственно, и все, я поняла, что одной страничке точно не хватит, потому что прошло 5 дней, а у меня уже почти закончилась секция с едой, но я рассчитала, сколько я трачу на еду, я еду покупаю в основном только на себя, потому что у меня другое питание, нежели у других членов семьи, ну и просто мне так проще, то есть я закупаю продукты себе 2 раза в неделю, в воскресенье и в среду, воскресенье, это такой более масштабный, что ли, заход, это я покупаю гречу, скажем, вот, скажем, у меня ничего нет, значит, я пойду и куплю гречу, бумажные полотенца, ватные диски, курицу на дней так, на 4 примерно дня, ну, в общем, до того момента, как она действительно еще свежая, фрукты, ну вот, такие, можно сказать, долгосрочные продукты, ну, до какого-то определенного периода. И второй заход, он менее масштабный, в среду, там я покупаю те продукты, которые надо покупать свежими, то есть, опять же, курица, овощи, то есть те продукты, которые я уже съела с воскресенья по среду, вот, и, соответственно, это такой менее расходный по деньгам заход, но то, что я себе рассчитала, каждый раз я все равно трачу чуть ли не в 2 раза меньше, чем планирую, так что пока все идет отлично, вот, и, соответственно, я себе там рассчитала, что, ну, 2 или 3 дня за месяц я схожу и где-нибудь поем, вот так. То есть, я вам настоятельно рекомендую, если вы сами тоже зарабатываете деньги, или, потому что я не знаю, стоит ли, имеет ли вообще смысл это, хотя нет, знаете, если вас родители тоже обеспечивают, вы должны четко понимать, сколько вы тратите, сколько вам нужно на день, на неделю, на месяц, вот ваши необходимые какие-то вещи, так что я достатно рекомендую именно посчитать просто, сколько вы тратите, и считайте, вот, считайте неделю, допустим, сколько вы тратите на маршрутку, на автобус, не знаю, все что угодно, на жвачку, на чай, не знаю, все свои расходы записывайте, потому что я иногда, вот, куплю воду в автомате в университете, и я понимаю, что, ой, не записала, а по сути-то это, там вода, блин, стоит 37 рублей, и знаете, так, если накапливать, это, ну, большой расход, просто нужно об этом потом подумать, что, угу, вода дорогая, я забываю покупать маленькую бутылочку воды, значит, надо купить большую бутылку и наливать сюда с собой, вот, так что, вот, чем сейчас занимаюсь, бюджетом своим, и также это отличный способ именно сэкономить, то есть вы ограничиваете себя в деньгах, и таким образом вы просто сохраняете себя от каких-то незапланированных затрат, от каких-то ненужных затрат, и вот эти деньги копите-копите-копите, на что-то, у меня есть на что копить в моей голове, собственно, да, это одна из причин, это именно на будущее, у меня есть конкретная цель в будущем, это не шмотки, это ничего такого, это именно на жизнь в будущем, ну вот, да, я надеюсь, все сказала правильно, и последнее, о чем я хотела с вами поговорить, это об интервью с Асас, это, по-моему, четвертое интервью уже с Асас, и просто мне очень понравилось, как мы в этот раз все снимали, это то, что, помните, я вам говорила, посылка потерялась и уехала в Москву, я встретилась каким-то чудом с этой девочкой, у которой была моя посылка, но это, кстати, одна из вещей, которая на мне, вот, и да, мы сняли, получается, с Дарой буквально, наверное, за час до выхода, то есть мы с ней жили в одной квартире на Горьковской, и за час до выезда мы сняли вот все фотографии, которые вы увидите в интервью, а мы оставили ссылку внизу, и просто это было весело, и мы снимали просто на мой айфон, во-первых, потому что у нас действительно не было другого фотоаппарата с собой, во-вторых, потому что мое самое первое интервью с Асас мы снимали на полароиде, сейчас я найду, это меня сняла Саша, моя подруга, то есть я ей просто говорила, так, я сделаю это, ты снимай его так, вот, такие полароиды, вот это, кстати, я люблю очень эти фотографии, это фотография, где я морж, ну, вам очень много видно, но я вам оставлю на это интервью тоже ссылку, я изображаю моржа с картошкой фри, я пожгла себе десну в этот вечер, потому что картошка фри была очень горячая, ну да, мне просто так нравятся эти фотографии, потому что я вспоминаю, это было, это был то ли под Новый год, то ли чуть-чуть позже, и просто это было очень здорово, полароиды, ну и также мне понравилось, что это очень такое было естественное, на мне было минимума макияжа, были растрепанные волосы, на некоторых фотографиях я просто в рубашке, на кровати, ну и вот, ну мне нравятся такие, знаете, минимально обработанные, то есть у меня там был всего один фильтр, из Виско Кэм, и все, то есть никакого фотошопа, никакого подтягивания, убирания, все мы, складочки все, все, что у меня может свисать, свисает, звучит это ужасно, но неважно, я вам оставлю ссылку внизу, я буду рада услышать ваше мнение, как обычно, и да, это все на сегодня, надеюсь, что вы раз введите, и у вас все очень скоро, чирс! Поларова и деги!